всем привет сегодня у нас внеплановый выпуск и ньюсмейкером у нас стал магазин озон где я периодически покупаю лего это не совсем реклама хотя конечно любой информационный повод идет на пользу магазину наверное год назад я рассказывал на своем втором канале о том какая у меня была практика работы с магазином ашан в частности ашан интернет-магазин он доставляет наборы лего но в были наборы лего по нормальным ценам не знаю как сейчас я больше там не покупаю то есть суть была в том что я несколько раз покупал набор 42 030 причем с интервалом один год и мне дважды попался набор полностью без электрики то есть электрика была полностью вытащена из набора коробка была аккуратно заклеена скотчем обычным скотчем канцелярским то есть была попытка скрыть так скажем вскрытие коробки и это очевидно что это было воровство причем после первого раза когда мне достался такой набор мне сделали компенсацию вернули деньги и набор без электрики оставил себе вот второй раз мне попался снова набор и по той же схеме там не было электрик второй раз мне просто вернули деньги никакой реакции то есть ни звонка не писем больше не было я думаю что проблему ашан понял просто не стал делать никаких наверное заявлений надеюсь они нашли ту крысу которая воровала детали из наборов лего сейчас у меня ситуация немножко другая но она все же связана с недобросовестностью некоторых отдельных работников интернет-магазинов в магазине озон я периодически покупаю набор кроме того там иногда бывают скидки скидки за скажем так за не товарный вид например мятая коробка там поврежденная коробка вот но как правило этим ограничивается то есть так и написано что уценка по причине того что коробка повреждена последний раз у меня был особенным ну во первых чтобы не было сомнений хотя сомнения останутся у меня есть чек я вот его отдельно покажу есть чек есть заказ если такая коробка здесь есть наклейка озон вот это один из наборов моего последнего заказа получив я я конечно в первую очередь осматриваю их на наличие вскрытие плом как правило повреждения коробок небольшие где-то такие ну надрывы так скажем на как которые в большинстве случаев не позволяют вытащите из набора какие-то детали хотя что-то высыпаться может это не исключено в этот раз коробка была у меня более поврежден сами пломбы здесь были не повреждены то есть вскрытие в том месте где обычно скрывает коробку не было однако вот имеется вот такой надрыв такой такой надрыв он мог произойти просто если вот так вот надавить и здесь произошел бы разрыв коробки однако мне кажется что были какие-то бы еще заломы по бокам если бы сюда упала что-то тяжелое поэтому сейчас уже когда вся эта история завертелась я подозреваю что есть просто так вот надорвали специально и и что было дальше вы сейчас давайте смотреть смотрите вот чек вот скоростной вездеход дата 25.04 это больше для магазина озон значит есть фирменная наклейка она здесь не мной наклеена не напечатана коробка фирменная от лего следов вскрытия по бокам нет то есть вот есть такой вот надрыв закрытый скотчем обычным скотчем вот эти пломбы они вскрыты тут я уже это я уже вскрывал специально чтобы сохранить весь вид что смотрим содержимое первое что мне бросилась в глаза самом деле это не пакеты даже были наклейка посмотрите наклейка она тут такая выцвевшая то есть тут цвет не ярко-зеленый не лаймовый какой-то не знаю ну кого-то принтер не откалиброван да тайская бумага ничего говорить вы видите да как качество сделано значит инструкция оригинальная причем по инструкции не скажешь что коробка была повреждена и там как-то и замяли сильно идем дальше вот такие мелкие пакеты вот так вот лего вообще не упаковывает детали у них вот пакетиков из пяти деталек никогда не было до сама упаковка вот этих пакетов естественно она у лего другая у них нет вот таких вот здесь вот склеек у них как-то все более ровно сделано ну и сами пакеты видно что они какие-то качеством качеством похуже во первых они смятые видите да ну у лего пакеты такие смятые бывают очень редко из тут коробка проживая уже сейчас я вот вижу что не то вот мой последний пакет который окончательно меня уже убедил посмотрите провода связаны в пучок блок питания разобран крышки идут отдельно у лего крышки всегда вставлены потом здесь у нас нет никаких опознавательных знаков лего то есть вот эти студы они без логотипов лего на крышках тоже нет логотипа лего на крышках блока питания вот посмотрите оригинальные блок питания здесь есть логотип лего здесь на студах из тоже есть лего но и здесь тоже вот надпись лего есть то есть она везде и я думаю что внутри тоже она есть нет не вижу тут этого ничего нет далее пульс пульс белая крышка сзади это вообще нонсенс, в первый раз такое вижу. Вот оригинальный путь LEGO. Во-первых, тут LEGO Group тоже написано и крышка серая. Потом здесь логотип LEGO присутствует, здесь его конечно же нет. Далее опять узел на проводах. Какие-то палочки валяются, как будто антенна порезанная. И на приемнике еще вот есть такая надпись S1. У LEGO таких надписей нет. Опять же нет логотипа на черном прозрачном пластике приемника. Еще один важный примечательный момент. Смотрите, все крупные логотипы LEGO, которые должны быть представлены на продукции, они сохранены. То есть, есть коробка оригинальная с логотипом LEGO и есть инструкция. На остальных деталях там логотипы настолько мелкие и незаметные, что их отсутствие или их неправильное написание, оно незаметно. Большинство покупателей-конструкторов даже не поймут, что им продали неоригинальный продукт. Большинство даже не знают, что есть оригинальная продукция качественная, а есть продукция подделка. Для многих конструктор LEGO это, так скажем, абстрактное множество конструкторов, которые крепятся вот таким вот образом, кубиками, кирпичиками, которые между собой своими симами. Для них это все LEGO. К сожалению, незнание позволяет обманывать потребителей. Как говорится, лох не мамонт. У меня сомнений нет, я вам просто показываю, как я определил и на что стоит обращать внимание. Конечно же, вот такого обмана я еще не видел. Почему это обман? Я более чем уверен, что повреждение здесь нанесено намеренно. Если бы это было не намеренно и, допустим, что какие-то детали бы оттуда выпали, то я сильно сомневаюсь, что выпали бы абсолютно все детали. То есть, какие-то крупные пакеты, они бы там все равно остались. Здесь же у нас полностью все вытащили, инструкцию оставили. Зная, что китайская копия и оригинал, они абсолютно идентичны. Но понятно, китайцы воруют полностью конструкцию, полностью воруют инструкции. И просто заменили весь, все внутренние детали на этот хлам. Для чего они это сделали? Очень просто. Ну, может быть, сотруднику нужны были эти детали, может быть, он увлекается LEGO. Но, скорее всего, он сделала это для того, чтобы продать, продать эти детали где-то на Авито, либо на тематическом форуме LEGO. Электрика в таких наборах, она, так скажем, очень выгодна, потому что по отдельности покупать электрику в таком количестве, как здесь, например, или как в наборе 42030 Volvo, который был раньше, по отдельности покупать эту электрику невыгодно. Это выходит даже дороже бывает, чем купить весь набор. Поэтому здесь это было целенаправленно сделано, выбран набор с электрикой и его распотрошили и заменили китайской. Какие можно сделать выводы? Во-первых, обмануть так могут в любом интернет-магазине. Особенно это касается крупных магазинов, где много сотрудников и отследить за добросовестностью каждого сотрудника не представляется возможным. Говорить, что озон плохой, там, например, там другой магазин хороший, я так не могу. В любом, еще раз говорю, магазине вас могут так обмануть. Поэтому рассчитывать нужно на бдительность. Особенно те, кто покупает наборы в первый раз, там, ну или просто не знают различия между китайскими подделками и оригинальным LEGO, они, конечно, могут очень разочароваться, получив вот такой набор и не заметив сразу, что это подделка. Поэтому, покупая наборы, если вы покупаете оценку, то, конечно же, вы всегда рискуете. Если вы покупаете набор без оценки, как новый, прошу вас обращать внимание на наличие, во-первых, невскрытости пломб. Если есть фирменный заводской скотч, то он обязательно должен быть без следов отлепления. Не должно быть где-то расклеенных частей коробок, там, где она склеена. Вот. Если вы не нашли следов вскрытия, то вероятно, что пойдется вам какая-то подделка, она практически отсутствует. После того, как я получил этот набор, вскрыл его, я сразу же, буквально в течение того же часа, написал пост в ВК о том, что мне попался вот такой вот прекрасный набор от Озона. Причем в Озон я еще не успел сообщить, и мне буквально через 20 минут Озон уже написал в личку. Это было ВКонтакте. Я думаю, что они отслеживают какие-то посты ВКонтакте. У них есть система отслеживания, упоминания слова Озон. К их чести, они среагировали достаточно быстро, и за это им, конечно, плюс. Еще раз говорю, цель этого видео не дискредитировать Озон и унизить его там, занизить его перед какими-то другими магазинами, да. Пройти такое может в любом магазине, поэтому в первую очередь надо бдительными быть вам, смотреть, что вы покупаете. А таким магазинам, как Озон, я, конечно, советую, нужно усиливать контроль, ответственность, доступ к товару как-то ограничивать, то есть какие должны быть конкретные лица, которые формируют данные заказа и ответственны за них. Хотя, конечно, склады большие, там сложно следить за всем. Почему это не выгодно администрации магазина, руководству? Потому что делать деньги таким способом, обманом потребителей, сами понимаете, долго не получится. Но и репутация дороже. Руководство об этом не знает, и оно явно заинтересовано, чтобы разобраться сейчас, выявить тех, кто таким образом поступает, кто портит продукцию. Новый какой-то товар, таким образом, аккуратно вскрыть и запечатать, чтобы он остался новым, неуцененным, во-первых, невозможно, а во-вторых, нецелесообразно, потому что сразу вызовет подозрение. А вот таким образом, когда продукт якобы там уничтожен, там поврежден, ну, я думаю, что он поврежден намеренно, чтобы через это отверстие произвести какие-то манипуляции с лего. Поэтому таких продуктов на зоне сейчас может появиться много. Возможно, даже уже кто-то купил вот такие вот поддельные конструкторы. Еще один момент. Многие, кто не знаком, и, возможно, смотрят это первое видео на моем канале, они могут подумать, да ты что ты нас разводишь, ты сам сейчас купил конструктор, посунул туда китайскую фигню, и сейчас пытаешься там на этом, грубо говоря, нагреть магазин. К сожалению, я не могу вам доказать, что я вот получив набор, там что-то не смухлевал. И, в общем-то, такой мухлеж, он в принципе реальный, его каждый может провернуть. Другой вопрос, что это мошенничество, и таких случаев уже много. На самом деле магазины уже научились отшивать вот таких вот клиентов, которые пытаются каким-то образом обмануть магазин. Их просто направляют на сайт Лего, пожалуйста, идите, там есть кастомер-сервис службы поддержки, пишите им, что у вас на буре не хватает деталей, и вам вышлют. И у многих, на самом деле, это отбивает всякую охоту таким образом мошенничать, и это правильно, на самом деле. Кстати, благодаря таким мошенникам, служба кастомер-сервис, насколько я знаю, они сейчас очень часто отказывают клиентам из России. Я надеюсь, что вы сейчас можете обменить меня в том, что я сам все это затеял. Тем, кто давно смотрит мой канал, знают, что у меня давно уже выходят обзоры, самоделки, и что компания Лего сама мне присылает наборы на обзоры. Мне просто нет смысла вот по такой мелочи нагревать магазин, честно. Еще, наверное, мне придется сказать, я не хотел касаться тематики китайских наборов, подделок, не буду называть их имен конкретных, потому что их много, и вы знаете. Лего-сообщество, оно разделяется здесь на два лагеря, те, кто категорически против подделок, и те, которые не против подделок, да. Учитывая ценовую политику Лего и благосостояние наших покупателей, конечно, выбор чаще всего не в пользу Лего. Я прекрасно понимаю тех, кто не может позволить себе набор Лего, и покупают подделку. В общем-то, ничего в этом страшного криминального нет. Однако те, кто имел дело с Лего, и на протяжении длительного времени они собирали именно из Лего, им, конечно, сложнее перестроиться и перейти на подделку. Почему? Потому что качество, оно ощущается. Если с наборами подделками Систем все не так плохо, и качество довольно близкое, то с наборами техник, точнее, подделками техник, там все намного хуже. Во-первых, все эти шестеренки, штифты, они имеют большее трение, ось имеет большее трение, где-то заходят с усилием, где-то без усилия. По моторам там вообще полный бардак, потому что нет контроля качества, где-то моторы могут быть рабочими, где-то они могут быстро умирать. То есть я нередко читал такие посты, что у них там быстро истираются щетки, на роторе, и мощность гораздо ниже. В общем, негатива много. Конечно, есть те, которые оправдывают, говорят, что набор дешевле, поэтому можно делать скидки на качество, но есть еще один момент. Учитывая, что китайцы, они не тратят ни кроша на разработку наборов LEGO, не тратят на рекламу ничего, а ведь это основная статья расходов LEGO, получается, что себестоимость их наборов, она вообще получается мизерной. Я говорю не про материальную себестоимость, а вообще полную себестоимость, включая все расходы на продвижение. При том, если вы покупаете набор с Алиэкспресса, набор-подделку с доставкой в упаковке, там, как правило, все наборы шлют без упаковок, то с доставкой он выходит там, на самом деле, не намного дешевле, чем оригинальный набор LEGO в России. Почему? Потому что доставка крупных габаритных товаров, она, ну, понятно, что дороже. Поэтому чаще всего мы наблюдаем то, что вам вот эти все мешки вместе с инструкцией сваливают в кучу, обматывают какой-то пленкой, и вот этот мешок его отправляют вам. Согласитесь, это как бы месиво, вот такое совсем выглядит не товарное, удовольствие от вскрытия коробки нет. Хотя каждому свое. Поэтому я считаю, что стоимость китайских наборов, подделок, она сильно завышена. И эти ребята имеют гораздо высокую доходность с этих наборов, чем компания LEGO. Понятно, что они сейчас пытаются окупить вложение в оборудование быстро, но факт есть факт. Нельзя выпустить такого же качества товар, как LEGO, затрачивая при этом меньше средств. Но не бывает сказок, не бывает, ребят. Вы платите меньше, вы получаете качество хуже. Это факт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!